Человек направляет на тебя ствол. Сможешь рассмешить его, останешься жив. Какую шутку-анекдот ты расскажешь? Где-то на Диком Западе ковбой заходит в салон и садится возле барной стойки. Опрокинув несколько бокалов, он встает, расплачивается с барменом и уходит. Проходит несколько секунд. Он возвращается и говорит, я сейчас сяду, закажу еще один бокал и надеюсь, что к тому моменту, как я закончу пить, моя лошадь окажется там, где я ее и оставил. А если нет, то мне придется сделать то же самое, что я сделал в Техасе. Весь салон замер, люди начали нервно поглядывать друг на друга. Ковбой сделал все, как и сказал, допил свой последний бокал, встал и снова заплатил бармену. Дальше он выходит из салона и видит, что его лошадь стоит там же, где он ее и привязал. Он садится на нее и вот уже собирается ехать, как вдруг из салона выбегает посетитель и робко спрашивает, простите, сэр, а что, что произошло в Техасе? Ковбой замирает, томно смотрит вдаль и наконец отвечает, мне пришлось идти домой пешком. Говорят, что тирексы не хлопают, потому что у них короткие ручки. На самом деле это потому, что они умерли. Тук-тук, кто там? Не тирекс. Заходят как-то в бар патриарх и дракон. Бармен спрашивает дракона, ты что будешь? Дракон отвечает, я не знаю, я тут только потому, что автокоррект заглючил. Извините, можно пояснительную бригаду? Вместо дракон должно быть диакон. Три мужика идут по лесу и видят лампу. Один из них берет ее в руки, начинает тереть, появляется Джин. Джин говорит, наконец-то, спустя столько лет я на свободе. В качестве благодарности я исполню по три ваших желания. Первый чел сразу же ряфнул, хочу миллиард долларов. Пуф! И вот он уже держит выписку со счета, на которой написано, что у него один миллиард три доллара пятьдесят центов. Второй мужик чуть призадумался и говорит, я хочу быть самым богатым человеком на земле. Пуф! У него в руках бумаги, в которых говорится, что его состояние превышает сто миллиардов. Третий чел думает над своим желанием еще дольше и выдает, а я хочу вертеть левой рукой по часовой стрелке, пока не умру. Пуф! И его рука начинает сама вертеться. Дальше Джин сообщает, что настало время второго желания. Первый чел говорит, хочу жениться на самой красивой девушке на планете. Пуф! Он обнимается с уснокшибательной красоткой. Второй чел говорит, я хочу быть настолько красивым и харизматичным, чтобы можно было заполучить любую девушку, какую я только захочу. Пуф! Его внешность изменилась, и жена первого парня начинает с ним заигрывать. Третий чел говорит, а я хочу, чтобы моя правая рука до самой смерти всегда вращалась против часовой стрелки. Пуф! И теперь он вертит уже обеими руками в разные стороны. Потом Джин говорит, что у них осталось последнее, третье желание, поэтому над ним надо хорошенько подумать. Первый чел долго думает и, наконец, выдает. Я хочу никогда не болеть и прожить всю жизнь без травм. Хочу быть здоровым до конца своих дней. Пуф! У него пропали прыщи, улучшился цвет лица, и его перестала беспокоить боль в коленях. Второй говорит, я хочу никогда не стареть, хочу, чтобы мне всегда было 29. Пуф! И чувак сразу помолодел. Тут третий чел с триумфальной улыбкой на лице говорит, что ж, вот мое последнее желание. Я хочу всегда кивать головой. Вперед-назад, вперед-назад. Пуф! Чувак начинает без остановки кивать головой, при этом не прекращая махать руками. В этот момент джин желает им удачи, исчезает, и мужики расходятся каждой своей дорогой. Спустя много-много лет они снова встречаются и обсуждают, как у кого сложилась жизнь. Первый восторженно рассказывает, в общем, я инвестировал свои деньги и многократно их приумножил. Теперь все члены моей семьи являются одними из самых богатых людей на земле. Моя жена в постели просто огонь, и за все эти годы у меня максимум была легкая простуда. Второй чувак, улыбаясь, отвечает, ну а я построил по всему миру кучу благотворительных фондов, потратив буквально мизер от своих богатств. За мои добрые дела меня любит весь мир, хотя я по-прежнему остаюсь самым богатым человеком на земле. И с тех пор, как мы не виделись, я не постарел ни на день. Кстати, ты прав, твоя жена действительно в постели огонь. Тут вступает третий чувак и, вертя руками и кивая головой, добавляет, бля, чуваки, походу я проебался. Если слепая девушка говорит тебе, что у тебя самый огромный причиндал, который она когда-либо трогала, то вполне вероятно, что она держит тебя за ногу. Где найти пса без ног? Там же, где ты его и оставил. Идут два чела и видят, как пес лижет свои шары. Первый чел спрашивает, ты бы тоже так хотел? Второй отвечает, конечно, только боюсь, он меня укусит. Недавно пошел к врачу, и он сказал, чтобы я перестал дрочить. Когда я спросил, почему, он сказал, да потому что я пытаюсь тебя осмотреть. Какой-то парень сидит в баре на крыше небоскреба и в одиночку нажирается. Вдруг в бар заходит мужчина в очках и садится рядом с ним. Мужчина в очках говорит, эй, бармен, а ну-ка налей мне тот особый коктейль. Бармен неодобрительно смотрит на него, но все же делает ему коктейль. Мужчина в очках залпом выпивает весь стакан, резко бежит к балкону и сигает вниз. Парень наблюдает за тем, как он падает и морально готовится к худшему. Но на его удивление мужик в очках каким-то образом тормозит в полуметре от асфальта и спокойно опускается на землю. Проходит несколько минут, мужчина в очках возвращается в бар на крыше. Парень удивлен. Чувак, это было невероятно, как ты выжил? Мужик в очках отвечает. Слушай, да я сам не понимаю, я просто заказываю тут эти коктейли, а потом приближаясь к земле каким-то чудом останавливаюсь и спокойно остановлюсь на ноги. Мужик в очках заказывает еще один коктейль и повторяет свой прыжок. Снова приземляется в целости и сохранности. Затем повторяет ту же схему еще несколько раз, заказывает коктейль, спрыгивает с крыши, приземляется без царапинки. Наконец, находясь в полном замешательстве, парень тянется к бармену и говорит, налейте мне то же, что и ему. Бармен вздыхает и протягивает парню особый коктейль. Тот жадно его выпивает, прыгает с крыши и разбивается насмерть. В этот момент бармен подходит к мужику в очках и говорит, бля, Супермен, ты такой мудак, когда нажрешься. Двое ирландцев застряли посреди океана. Через две недели, когда запасы еды уже были совсем на исходе, один из них вдруг замечает в воде лампу. Они выловили ее, стали чистить и тут из нее вылезает Джин. Джин, вы разбудили меня посреди офигенного сна, но правило есть правило. Выполню одно ваше желание, хорошенько его обдумайте. Один из ирландцев ни секунды не думая орет, я хочу, чтобы весь океан стал пивом Гиннес. Сделано, говорит Джин и исчезает. Второй чувак возмущенно смотрит на первого и говорит, ах ты ж ебаный кретин, теперь нам придется ссать в лодку. Чисто ирландский юмор, ахаха. Сколько нужно копов, чтобы вкрутить лампочку? Нисколько, ведь они просто будут херачить комнату за то, что она черная. Чувак несется куда-то на своей машине, его тормозит дорожный патруль. Офицер идет к его машине и уже издалека видит, что у него полная тачка пингвинов. Подходя к дверям, говорит, эй, ты че тут делаешь со всеми этими пингвинами? Их надо отвезти в зоопарк. Чувак соглашается и уезжает. Дело было в сельской местности, поэтому на следующий же день мужик снова превышает и попадается тому же офицеру. Полицейский подходит к окну водителя, опять видит в машине пингвинов и говорит, да чем, черт побери, ты занимаешься с этими пингвинами? Я же сказал тебе отвезти их в зоопарк. Водитель отвечает, так я отвез. И там было так весело, что сегодня мы думаем съездить туда еще раз. Белочка поселилась в сосне. В один прекрасный день она чувствует, что дерево колбасит в разные стороны. Выглядывает наружу, а там слон пытается залезть наверх. Белочка спрашивает, почему ты пытаешься залезть на мое дерево? Ну я лезу наверх, потому что хочу поесть груш, отвечает слон. Ты че, долбоеб, это сосна, здесь нет груш. Так я со своими. Три мужика застряли на необитаемом острове. Внезапно из воды выплывает лампа. Первый берет ее, из нее появляется Джин. Джин обещает выполнить по одному желанию. Первый загадывает, хочу сейчас быть в казино в Лас-Вегасе. И исчезает. Второй загадывает, хочу оказаться дома со своей женой. Его нет. Третий подумал и говорит, хм, что-то на этом острове стало так одиноко, вот бы те двое сейчас были со мной. Жили-были три друга. Педро, Хуан и Хосе. Однажды они заблудились в лесу и случайно встретили злого колдуна. Он сказал, что поможет им выбраться, но сначала они должны выполнить его задание. Кто его провалит, будет моментально обезглавлен. Им деваться некуда, пришлось соглашаться. Колдун объявляет первую часть задания. Принести десять плодов какого-нибудь фрукта. Не объяснив, для чего они нужны, трое друзей рванулись искать лучшие фрукты в лесу. Педро вернулся первым, держа в руках десять самых спелых, блестящих и сочнейших яблок. Отлично, сказал колдун. Теперь я расскажу о второй части задания. Ты должен засунуть все десять фруктов себе в задницу, при этом не показывая никаких эмоций. Чуть вздрогнешь, пискнешь или захихикаешь, тебе конец. Не имея выбора, Педро начинает засовывать в себя первое яблоко. И сразу же орет от боли. Херак! Колдун махнул мечом, и голова Педро покатилась по земле. Следующим прибежал Хуан с десятью виноградинами. Получив то же задание, от колдуна он воскликнул. Ха, мне не придется мучиться, как Педро. Он притащил большие яблоки, а я виноградинки. Это будет просто. И взялся за дело. Одну за другой, совершенно не дергаясь, Хуан пихает себе в задницу виноградины. Абсолютно невозмутимо он сует в себя седьмую, потом восьмую, потом девятую виноградину. И вот он уже был готов расправиться с последней, как вдруг его пробирает на дикий хохот. Херак! Колдун снова взмахивает мечом, и голова Хуана падает на землю. В раю Педро встречает Хуана и спрашивает у него. Чувак, как так? Ты же так уверенно справился с девятью виноградинками. Почему ты начал ржать? Хуан отвечает ему. Просто я увидел вдалеке Хосе, несущего десять ананасов. Анекдот стар, как мир, но офигенен. Двое складских рабочих, Салли и Билли, переговариваются между собой. Салли, спорим, я смогу сделать так, что наш босс отпустит меня с работы. Билли спрашивает, что же ты интересно будешь делать? Салли отвечает, просто сиди и наблюдай. Салли забирается по стеллажам под самый потолок и подвешивает тебя вниз головой. Босс заходит и спрашивает. Эй, ты чего там делаешь? Салли орет ему сверху. Смотрите, я лампочка. Босс, слушай, ты столько работаешь, что у тебя уже крыша едет. Давай я тебя отпущу на день отдохнуть. Вдруг Билли следует за ней и босс спрашивает. А ты это куда? Билли отвечает, я тоже домой. Не работать же мне в темноте. Изменено. Ну типа кажется, что будет какая-то чернуха, но в итоге все хорошо. Что получится, если взять 16 американцев и посадить их в одну комнату? Один чероки. Я не понял. Многие американцы утверждают, что они на какой-то процент являются потомками коренных американцев. Сейчас популярно говорить, что ты коренной на одну шестнадцатую. В этом и юмор. Эту шутку придумали, чтобы стебать американцев, которые делают вид, что они коренные жители. Два барана в поле. Один такой, бээээ. А второй, блядь, то же самое я хотел сказать. Две коровы пасутся на лугу. Одна обращается к другой. Эй, слушай, ты не боишься заболеть коровьим бешенством? Та отвечает, а чего мне бояться? Я же вертолет. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши свою самую остроумную и смешную шутку. И не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok